Ролематик Ролематик использует универсальный и оптимальный подход, то есть у нас есть запас модульных решений для каждого мероприятия, будь то выставка, семинар, презентация в регионе, либо еще какое-то мероприятие, то есть у нас есть домашние заготовки на каждую часть, это стендовое оборудование, это всевозможные программные модули с экранами, это перечень докладчиков, стендистов, докладов, из которых мы собираем в зависимости от потребностей под каждую выставку, как бы моделируем наше предложение по выставке, это процентов 70 нашей подготовки, то есть это заранее готово и мы просто моделируем под ситуацию, процентов 30 остается всегда то, что готовится, скажем так, по месту, это работа с организаторами, работа с застройщиками и работа, соответственно, вот с вами, с представителями СМИ и всех интересующих сторон. Скажу так, что форум электрические сети является для нас основным столичным мероприятием по продвижению и представлению наших интересов. Ну, по моей оценке, скажем так, по совокупности параметров и объективных внешних и внутренних, да, как я это оцениваю, где-то четверть, 25 процентов, то бишь, увеличение объемов нашего производства. Я бы не стал выделять какую-то отдельную часть номенклатуры, я бы сказал, что продукция востребована по всей линейке, по всей номенклатуре, но если особо отметить, то это, конечно, сектор среднего напряжения, это устройство релейной защиты среднего напряжения, это то, где мы меняем как раз ушедшие иностранных представителей, иностранные вендоры и естественный, по тем же причинам, естественный прирост в секторе автоматизации и АСУ, АСУ-ТП. Здесь ничего нового, здесь, скажем так, классические наши партнеры, конкуренты, да, там, поставщики, в том числе, это компания АББ, Schneider Electric, Siemens, Alstom, General Electric. Основные ресурсы, инжиниринговые усилия наши и средства направлены как раз на постоянное изменение элементной базы, которая появилась в результате там, да, ухода и вендоров, и наших поставщиков, изменений цепочек поставок. Поэтому за последние полтора года, вот так сказать, прорыва по новым изделиям масштабного не было. Но если отмечать, то, наверное, мы целый, поднимаем сейчас для себя целый номенклатурный пласт, это шкафы электротехнические типовые, так называемый ШЭД. Да, это новая линейка, которую запустил, запустил уже несколько лет назад компания Россети, да, для своих нужд. Ну, зная, как бы, обширность их влияния, там, да, и их техническую политику, довольно серьезную и последовательную, мы будем прогнозировать применение этих шкафов дальше и в промышленности, и во всех отраслях народного хозяйства. Поэтому мы активно сейчас занимаемся разработкой всех исполнений ШЭД и их аттестацией. Вот, я бы отметил ШЭД, я бы отметил, у нас появилось новое изделие в линейке регистрации аварийных событий. Также, я уже говорил про АСУТП, да, то есть обновление решения, в том числе и программное обеспечение, которое является вшитым продуктом в АСУТП. Ни для кого не секрет, что многие производители сейчас практически все обязаны переходить на отечественное ПО, да, и избавляться там, да, от ПО-нерезидентов, так скажем. Поэтому мы свою скаду, да, то есть свою программную оболочку для АСУТП, мы тоже разработали необходимые утилиты для работы в оболочке Астролинукса. И по этому пути тоже идем, как и многие, это ни для кого не секрет, это вынужденная необходимость и наша первоочередная задача. Направление инфобезопасность, допромобезопасность, ну, кибербезопасность, да, можно так сказать, помехоустойчивость, помехо защищенность в электрических сетях, таичные коммутации, ну, пресловутые АСУТП, опять же, да, то есть там поле непаханное для работы. Мы находимся в одном очень большом здании в центре Чебоксар, на улице Яковлева 1. Вот, и очень символично, что до недавнего времени на первом этаже у нас в одном из крыльев здания находилось одно из сервисных предприятий, инжиниринговых предприятий АББ. Вот, и ввиду объективных причин, или может быть по каким-то внутренним причинам, они, как арендаторы, покинули это крыло, и теперь мы занимаем целиком полностью здание, если прикинуть там, получается, 8 тысяч квадратных метров где-то, целиком все здание, соответственно, ну, наверное, где-то на тысячу квадратов мы приросли вот этим крылом. Наверное, можно сказать, что мы приросли своими новыми производственными мощностями, да, то есть производственными площадями, будем говорить, да. Вопрос и простой, да, ну, и, наверное, можно сказать, банальный. Конечно, они существуют, да, сказать, что мы, это аховая какая-то ситуация, она не решается, и непредалимо нет. Мы эту проблему решали всегда, она у нас есть и стратегический, и постоянный запас комплектующих необходимых. Мы вынуждены смотреть дальше лет на 15 вперед, да, там, по некоторым компонентам, по тому, как пойдет рынок, как пойдет логистика. Как оценивали мы с коллегами, да, может, субъективно, в процентах на 90 всей комплектации мы зряче понимаем, что у нас запас есть, да. Либо запас, либо выстроенные цепочки поставок. Процентов до 10 приходится выдергивать всегда, как бы, там, ну, ситуации, где, как бы, не тлеет, а горит уже, да. То есть, я думаю, что подобную ситуацию у всех сейчас поставщиков, как-то, у всех производителей, которые занимаются в нашем секторе, да, в электроэнергетике. Однозначно стабильно увеличивается, но пока я бы не сказал, что это в нашем секторе какую-то кардинальную роль играет. То есть, увеличение происходит постоянно, и это мы наблюдаем от месяца к месяцу. То есть, мы, допустим, какие-то вещи, которые можно было, откровенно говоря, раньше поменять, мы сейчас уже совершенно железно точно поменяли. Это корпуса всевозможные, это всевозможные пассивные элементы, которые можно было поменить. Пассивные элементы, так сказать, устройства для незащиты автоматики, да, то есть схемные элементы. Потом всевозможные испытательные блоки, там, да, то есть автоматические выключатели. Идет постепенное, по крайней мере, по нам, да, изменение нашего, там, профиля поставщиков наших. Вот. Он не будет скачковым, он будет постепенным. То есть, мы очень сильно привязаны на возможности нашей промышленности, нашей микроэлектроники, да, нашей полупроводниковой промышленности и нашего технологического уклада государства. Мы можем отмечать резкое замещение в части компонентов и элементов, там, да, установочных каких-то устройствах. Мы можем отмечать резкое, там, где целиком готовое изделие, например, какое-то сделает, например, коммутатор отечественный или сетевой экран. Был там зарубежный МОКС, там, стал отечественный коммутатор, да, по понятным причинам не буду называть, там, да, поставщиков. Был там сетевой экран, там, один, там, да, там, стал там отечественный тоже. То есть здесь можно как бы отмечить, что вот было иностранное изделие, сейчас отечественное. Но это готовое изделие, которое кто-то здесь заранее уже постарался и собрал. Конечно, поддержка нужна всем, да? Как ласковые слова и кошки приятные, как говорится. Поддержка нужна всем и всегда. Сказать, чтобы мы там остро нуждаемся в какой-то там помощи и участии, я считаю так, что, наверное, в нашем государстве есть сейчас чем заниматься, кроме как поддерживать предприятия, которые, в принципе, на плаву, при заказах, да, там и при работе находятся. Да, там определенные вещи, конечно, там мы бы хотели, чтобы произошли изменения, там, позитивные. Но там так говорят, что там дайте срочно нам помощь, поддержку, там, и я бы так не стал говорить. Нам нужно стабильное, динамичное развитие всех отраслей народного хозяйства, чтобы у нас был запрос и заказ. Все, дальше мы выстроим свой бизнес и обеспечим и работой, и зарплатой своих сотрудников, их семьи, собственно, и устойчивое развитие отрасли. Время требований там, если вопрос поднимается на производственном совещании, у нас на первоначальном этапе возникали сложности. То есть сейчас вопрос цены только. В разы или на порядке дороже стоит какая-то оснастка, какие-то материалы расходные, но мы постепенно их меняем на те, которые в рынке, да, в адекватном, как бы, ценовом диапазоне. То есть, да, поначалу было очень сложно было не просто выдвинуть какую-то оснастку, запасные части для станков и прочее. Но этот вопрос был довольно быстро решен. За полгода мы все наладили. Понятно, что быстро меняющаяся элементная база, отсутствие каких-то отечественных аналогов на многие компоненты, постоянные усложняющиеся технические требования заказчика, это все вещи банальные, они преодолимы, и так или иначе это наша работа. Я бы сказал, наверное, существенная проблема, которую испытывают все производители, да, и те, кто хоть что-то делает, у нас это кадры. Я считаю, что у нас и в отрасли, и, в общем принципе, промышленности, наверное, да, и, наверное, экономики, ну, есть мощнейший кадровый гол, особенно, что касается и высокополитетных сотрудников, и обычных рабочих специалистов, да, то есть люди, которые работают непосредственно у станка, да, там, будь то ЧПУ, там, или просто какой-то станок, который обеспечивает, там, какую-то механическую обработку. Постоянное повышение требований заказчика. Выход на новые рынки или удержание прежних требует постоянного обновления, там, да, то есть постоянное повышение, повышение уровня квалификации, да. Ну, естественно, текучка какая-то происходит, естественно, там, смена поколений, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!